Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Геннадия Головкина против Камила Шереметы. Поединок состоится уже в ближайшие выходные, а конкретно пройдет он в США, но в довольно необычное время, а именно в субботу рано утром. Это если по России, по Казахстану. Соответственно, если вы живете в США или на самом деле подписчики-то по сути из разных стран, по всему земному шару разбросаны, то у вас там время свое и его учитывайте. Что еще важно? То, что Геннадий будет защищать титул IBF, а Камил Шеремета, он обязательно претендент, но я думаю, вы это и так все знаете, всю эту формальную кухню. Давайте лучше разберем технику Камилы Шереметы, вспомним технику Геннадия Головкина и правда ли, что она стала меняться с новым тренером и попробуем сообразить, как именно бой сложится и также на что нам фанатам бокса обратить внимание в поединке, чтобы получить максимальное удовольствие от просмотра. Также по традиции хочу напомнить, что париматч всем новым игрокам дает бонус до 2500 гривен или до 100 долларов в вашей местной валюте, а находится этот бонус по ссылке в первом закрепленном комментарии прямо под этим видео. Начнем с Геннадия Головкина. Во-первых, это один из моих любимых спортсменов, по сути именно с него я начинал свой канал и первая именно большая группа подписчиков была именно из Казахстана. Но Геннадию Головкину 38 лет, а по сути уже весной в апреле ему будет 39. Это очень большой возраст для профессионального боксера и опять же у разных спортсменов разные стили. Я считаю, что пик Геннадия Головкина, пик его именно как боксера, он уже давно пройден. Но сейчас Геннадий находится на пике как медийный человек. На пике не по форме спортивной, а на пике по зарабатыванию денег. Это тоже реально круто и в этом есть некая несправедливость жизни. Когда-то он был монстром, когда он только стал выступать на HBO... Многие говорят, что слабые соперники у него были. Да на здоровье. Тебя никто и не сведет сильными, потому что их берегут. Но тогда это было просто нечто. А потом, когда Геннадия раскрутили уже, да, когда он на Альвареса вышел, на Джейкобса, но я считаю, это был уже не совсем тот Геннадий Головкин. Теперь пару слов хочу сказать об изменении стиля. То, что вот новый тренер и многие Геннадия обвиняют, что, дескать, он однобразен. Ну, что он просто идет вперед. Кто, особенно если вы сами занимаетесь боксом, ну, любите бокс, реально, не просто болеете, а вот прям бокс любите, да, то, ну, что он пошел вперед и лупит просто. На себя удары принимает и ломает просто всех здоровьем. Ну, так вот, как бы говорят, да, и что, дескать, надо ему переобучиться, освоить более какие-то там мудрые приемы, типа, таким новым Майвезером стать. Но, понимаете, в чем дело? Твой стиль бокса, рисунок боя, который ты выбираешь, он напрямую упирается в твою технику. То есть, у Геннадия есть ноги очень чуткие, у него есть джеб прямой очень чуткий и он реально второй бой с Альваресом. Бой когда-то, забыл, как его зовут, там, из Канады мужик, да, он построил именно на джебе. Это есть. Но, по сути, чтобы быть таким настоящим игровиком, то и базовый удар твой это должен быть, ну, скорее, как право прямой, легкий. У казахов Дениар Елиусинов так бьет. И когда, да, тебе можно говорить, что там, давай играй, обыгрывай их, там, обманывай и легко рука будет лететь, да, быстро. Но, когда ты тяжело, по сути, бьешь именно крюки у Геннадия сбоку, снизу, то тебе технически просто, из тебя тренер, ничего из тебя нового не слепить. То есть, можно слепить, что выйдешь ты, Геннадий Головкин, да, начнешь там двигаться, джебить. Вроде, там, пытаться чуть ли не на отходах работать, но, по сути, если соперник покажет свой уровень, да, если начнется настоящая заварушка, то чудо не будет. Так же Геннадий становится на ногах, так же пошел жестко и давай вколачивать свои очень тяжелые крюки. И у него очень интересная техника, по сути, он прародитель своей техники, на самом-то деле. До него я даже не знаю, кто так бил. Потому что Геннадий бьет не классически, именно там вложение массы тела, разворот, плеч, да, корпуса. Конечно, он так может бить, особенно одиночные удары. Но вот в серии у него очень высокий компонент руки. То есть, плечи часто на месте практически стоят, мало поворачиваются, но он слитно так руками удары набрасывает. То есть, в этом есть что-то такое свое. Ладно, это я ушел в сторону, просто решил отдать дань Геннадию Головкину. И многие же смотрят, я знаю, кто не просто фанат и спортсмена, а кто реально любит бокс. И я всегда ваши комментарии читаю с удовольствием, именно которые касаются техники. Теперь, давайте пару слов про поляка Камил Шеремета. Он молодой, ему 31 год. Он, кстати, на 3 сантиметра ниже Головкина. Также у него пока одни победы. Но, тем не менее, все говорят, что он очень слабый, что... Ну, слабак, короче, то есть, просто какой-то мешок. Я проанализировал его, мало ли что говорят, надо всегда смотреть самому. Посмотрел на его технику, я не считаю, что он такой уж прямо плохой спортсмен. Во-первых, он в целом обучен. Он поляк, у него тренер, по-моему, Лапин. Я не помню имя, отчество, но, короче, это нормальный такой тренер, который советскую школу бокса дает. То есть, он двигается, да, он чувствует дистанцию, чувствует момент собранный. А я думаю, что Камиль тоже имеет много удовольствия, потому что это оборона титула в Франции за Андрю Франц... Он немного выше, если... Не знаю, что сам. Невестанная прессия. Самое, что веселое, что Камил Шеремета, он... Вот что он любит, к чему он стремится сам в бою. Самое веселое, что он во многом зеркалит Геннадия Головкина. Да, это странно звучит, да, казалось бы, как, как, как? Ведь Камил Шеремета, у него очень низкий процент нокаутов, а у Геннадия огромный. Сейчас объясню. Камил Шеремета, по сути, он любит технично сделать на средней дистанции. То есть, он боксер недистанционный, чтобы тебя щелкнуть и уйти, а он любит, так как бы он собранный, да, плотно подойти и поразмениваться аккуратно. Камил Шеремета, по сути, он любит технично сделать на средней дистанции, как, по сути, Геннадий Головкин. Если говорить про силу ударов Камилы Шереметы, все смотрят на статистику. Очень мало нокаутов. Я не знаю, почему у него так мало нокаутов. Я посмотрел, как он бьет. Он бьет достаточно плотно, но не убойно. То есть, неприятно бьет, но не сверх. На самом-то деле, если так вот без купюр, то я считаю, что Камил Шеремета бьет не слабее, чем Сергей Деревянченко. Да, вот так вот. То есть, я даже думаю, что он бьет, скорее всего, чуть-чуть посильнее, чем Сергей Деревянченко. Правда, проблема его в другом. В том, что Сергей Деревянченко много ударов выбрасывает, как я считаю, не сильных. Но, опять же, это очень тема спорная. Вы можете быть со мной не согласны. Но он зато очень мобильный на ногах. То есть, он прямо крутит весь, да, с разных там углов заходит. В этом его сила и темп. Дистанция он такой прям, ну, мастеровита, да. Камил Шеремета, он в этом попроще. В том числе, с точки зрения энергии. У него столько энергии нет. Давайте переходить к тому, как сложится бой. Вот прозвенит гонг. Камил Шеремета, ну, а что ему делать? Глобально, если он хочет выжить. Понятно, надо ему двигаться по кругу, надо там уходить. Но каждый бьется так, как умеет. То есть, если, по сути, он любит хорошо перекрыться, собраться. Конечно, и дистанционно тоже там где-то пощупать. Но, по сути, он сам хочет войти и аккуратно здесь разменяться ударами. И он защитаты будет делать, потому что больше он не умеет ничего делать. Ну, это лучшее, что он умеет делать. Как будет действовать Геннадий Головкин? Он выше на 3 сантиметра. И я так понимаю, у Камилы у него руки коротковаты. То есть, в теории можно предположить, что Геннадий Головкин попробует и джебом разбить. У него, ну, очень контроль дистанции классный. Чувствует дистанцию, чувствует момент. То есть, возможно, он первые раунды может попробовать просто, он же возрастной, без риска, попробовать разбить на чувстве момента левой рукой Камила. Да? Может так попробовать. Может даже не будет пробовать. В целом, это закончится тем, раз оба любят среднюю дистанцию, что они зарубятся. И Геннадий Головкин его очень, ну, хорошенько побьет. Я уверен, что это будет досрочно, даже, возможно, довольно рано. Например, в первой половине боя. Может ли так оказаться, что бой всю дистанцию каким-то образом пройдет? Да, ребят, может быть, все, это бокс, мы должны знать мотивацию каждого спортсмена, форму Геннадия Головкина. Может, он вирусом тайно переболел на днях. Ну, не корона, а другим каким-то, гриппом, например, да? Или этот Камил Шеремета. Что он хочет? Может, он миллион долларов на себя поставил, что он все раунды простоит, и там коэффициент огромный, да? То есть, может, он насмерть вообще будет стоять. Мы же это не знаем, да? Но, в принципе, я считаю, да, на самом деле разница в уровне, она такая большая, что Геннадий Головкин Камилы сметет и сделает это довольно быстро. Еще один момент. Нам на что стоит обратить внимание? Для меня реальная интрига – это не результат боя, а это форма Геннадия Головкина. То есть, форма просто, как он там будет выглядеть, выносливость, насколько взрывной. И очень интересно, что у него со скоростью, что у него с реакцией. Потому что я заметил в последних боях, мне показалось, что он пропускал ненужные удары, именно ненужные на самом деле. То есть, такое чувство, что он с возрастом все-таки реально замедляется. Мне это не нравится, потому что я его фанат, я хочу, чтобы он был как можно дольше в хорошей форме, выдавал бои. Но вот вижу, что признаки замедления пропускает ненужные удары. И мне интересно, вот он их будет сейчас пропускать? Нет, хочу на это посмотреть. А вам спасибо, что посмотрели это видео. Если вы любитель ставок, то напоминаю про бонус от париматч в первом закрепленном комментарии. Всем добра, до новых встреч. Тушу камеру. Редактор субтитров. Продолжение следует...